Следующий у нас тогда Тульчинская Алиса и у нас опять Чехов. Многомерность нарастает. Какая прелесть. Какой поворот. Функция сигналов предвестников и сигналов спутников. Боже мой, а в названии-то какая литерация шикарная в рассказах Апы Чехова. В общем, я надеюсь, меня слышно. Слышно, видно. Это замечательно. Сейчас я еще буду надеяться на то, что я смогу показать презентацию. И мы надеемся. Потому что у меня это не всегда получается. Вот видно ли что-нибудь? Видно, что вы в процессе, что Алиса запустила. Надо дать время технике. Это да, особенно моей. Надо дать возможность технике показать себя. Я надеюсь, что в какой-то момент это загрузится. И, наверное, я не буду занимать много времени процессом этого. И начну сразу. Как уже сказали, я тоже из отряда сегодняшних чеховцев. И моя тема – функция сигналов предвестников и сигналов спутников в рассказах Чехова. Я остановилась на двух разноплановых рассказах на обманчиво... Меня слышно сейчас? Что у меня все зависло. На обманчиво легкой шуточке и на концентрированной тяжелой такой тоске. Рассказ «Шуточка» был впервые опубликован в журнале «Сверчок» в 1886 году. Я коротко, наверное, расскажу о сюжете. Главный герой приглашает свою знакомую по имени Наденька прокатиться с горы на санках. При спуске с горы на страшной скорости он в шутку шепчет ей признание в любви, доверяя таким образом свои слова ветру и заставляя девушку сомневаться, произносила она эти слова или ей только почуялось. Для того, чтобы услышать эти слова еще раз, Наденька просит скатиться с такой страшной для нее горы снова и снова. Но загадка так и остается загадкой. Зима проходит, и прогулки и катания прекращаются. Молодой человек собирается навсегда уезжать в столицу. Он в последний раз, дождавшись порыва весеннего уже ветра, признается в любви Наденьке, которая его не видит, и дарит ей таким образом самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни, которое остается таким, даже когда она выходит замуж. А он спустя много лет не понимает, для чего так шутил. Теперь про рассказ «Тоска». Он также написан в 1886 году и опубликован в Петербургской газете. Рассказ повествует о старом извозчике Ионе, у которого от болезни вымер сын. Иона целый день безуспешно пытается поговорить с людьми, которых везет, о том, что у него случилось, разделить с ними свою тоску. Но никто в целом городе не хочет его выслушать. Его лишь поторапливают или ругают с неаккуратную езду. В итоге он изливает душу своей лошади, которая, кажется, одна и способна его выслушать. Рассказы кажутся совсем разными, но, тем не менее, у них есть одна объединяющая черта. Детали, включенные в повествование таким образом, что сопровождают и выстраивают настроение, задаваемое текстом, или предсказывают дальнейшее развитие этого настроения. Такие детали в данной работе обозначены, как сигналы-предвестники и сигналы-спутники. Сразу оговорюсь, что деление на эти группы весьма условно, потому что зачастую бывает довольно сложно провести границу между предвестием и уже случившимся или происходящим, потому что так называемая сигнальная система у Чехова работает непрерывно. Для удобства и для возможности рассмотреть такие сигналы более подробно мы можем поделить их на несколько подгрупп. Мы выделили такие, как сигналы цвета и света, сигналы статики и движения, сигналы тепла и холода и сигналы состояния героя, как физического, так и психологического состояния. А теперь перейдем к примерам. У меня работает презентация, у прекрасных. Начнем с группы сигналов цвета и света. Рассказ «Тоска» строится на желании и невозможности коммуникации и ионы с людьми, которым он стремится поведать свое горе. Именно развитие ощущения тоски и безучастности концентрируется в этом рассказе. Предлагаю обратить внимание на цитаты, выведенные на слайде, и разобрать самые яркие из них. Начинается рассказ с того, что наступает вечер. И этот вечер потом повторяется. На город спускается вечерняя мгла. Мгла — это непрозрачный от пыли или тумана воздух. Вечерняя мгла — это нечто темное и неясное, и уже здесь мы можем видеть настроение, которое будет сохраняться на протяжении всего рассказа. Сам же извозчик иона от падающего снега весь бел, как привидение. Белый цвет — один из цветов, символизирующих смерть. И уже здесь можно догадаться о том, что будет сказано несколько позже. Рассказ «Шуточка» тоже начинается с цвета световой картины, однако там на контрасте с непроглядной тоской нас встречает, наоборот, ясный зимний полдень. В отличие от вечерней мглы, здесь ослепительное солнце, которое светит так ярко, что отражается в снегу. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Если в тоске преобладают мрачные оттенки, то здесь, наоборот, чехов изобилует яркими красками. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. Уже здесь создается впечатление обманчивых ясностей и легкостей, на удочку которых легко попасться читателю, как попадается Наденька на шуточку главного героя. Однако и здесь тоже неумолимо наступают сумерки, как раз тогда, когда главный герой собирается уезжать навсегда, чтобы потом вспоминать о своей шуточке и думать, для чего же он так шутил. Как-то перед отъездом дня за два в сумерки сижу я в садике. Несмотря на мнимую легкость, загадочность и радость, вроде бы транслируемую рассказом, даже поверх того страха, который испытывает Наденька, раз за разом спускаясь с горы, здесь все-таки появляются эти сумерки, которые обязательно укажут на то, что будет испытывать главный герой через многие годы. А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил. Значит, и в рассказе шуточка, тоскливое чувство, пусть и гораздо менее очевидное, насыщенное создается за счет сумерек в том числе. Теперь перейдем к следующей группе. Не менее важными для создания нужной атмосферы в рассказах Чехова являются такие сигналы, как статика и движение. За счет скорости с саней в шуточке производится впечатление одновременно страха и кажущегося веселья. Главный герой словно немного иронизирует над страхом девушки. Но более важны статика и движение в рассказе тоска, поэтому предлагаю рассмотреть эту группу на примерах именно этого рассказа. В этом плане интересен образ лошади Ионы. Стоя неподвижно, находясь в статике, как и ее хозяин, онемевший от тоски, она думает, и ее неподвижные, онемевшие, как и у Ионы, мысли оттеняются динамичными и даже шумными сигналами. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут полный чудовищных огней и неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать. Бегущие люди, неугомонный треск и чудовищные огни, вся эта суета появляется здесь не случайно. Это сигналы-спутники, указывающие на то, сколько в городе шума, сколько в нем людей и совершенно никому не отдела до беды, которая произошла у старого извозчика. Сигналы, связанные с городом и его обитателями, создают атмосферу сумасшедшую и чуждую горею и тоске человека, который никак не может наладить с этой атмосферой связь. В городе попросту слишком шумно, поэтому тоска Ионы никак не может обрести голос. Иона в своем горе статичен, неподвижен и, в свою очередь, тоже безразличен, но безразличен к тому, что происходит с ним самим. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то тогда, кажется, он не нашел нужным стряхивать себя снег. Нашел бы нужным стряхивать себя снег. Столкнувшись с первой, во всяком случае, первой для читателя, неудачей в построении коммуникации, Иона сгибается на козлах и опять не шевельнется. Однако и его спасает, в том числе, движение. Лошадка на протяжении всего рассказа, не особо спешившая, точно понявшую его мысль, начинает бежать рысцой. И уже здесь, еще до финала, выглядит она как единственное утешение и даже спасение для Ионы. Перехожу к следующей категории. Самые прозрачные и очевидные сигналы из всех это, пожалуй, сигналы состояния героя. Несмотря на их очевидность, они ничуть не менее важны в сигнальной системе. В какой-то момент сигналов извне становится мало, недостаточно для сгущения красок и приходит необходимость сфокусироваться на том, что происходит внутри героя. Рассмотрим несколько примеров. В случае с Наденькой шуточки это, например, зависимость от признаний в любви. Уже не важно, от ветра или от главного героя. Вот цитата. Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Уже все равно. Из какого сосуда не пить, все равно. Лишь бы быть пьяным. То, насколько ей важны эти признания, выражено в том, как она снова и снова отправляется на гору, чтобы спуститься с нее на сумасшедшей, пугающей адской скорости. В какой-то момент даже одна. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать. В конце концов, даже словно принимая образ физической боли. Обращается к людям, он считает уже бесполезным. Но не приходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает в ложе. Ему не в моготу. Принимая образ духоты, в воздухе спирали духота, и принимая образ жажды. Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. И я перехожу к последней категории. Это сигналы тепла и холода. Это сигналы, которые тоже способны создать необходимое настроение или развить его еще сильнее. В рассказе шуточка тепло обманчиво. С появлением тепла, которая должна создать радостную и счастливую атмосферу, из жизни главного героя Наденьки исчезает катание со снежной горы. Однако сигнал «спутник» с солнца становится ласковее, что дает читателю важную надежду на вербальное открытое признание. Этого не случается. И более искренне на это указывают следующие сигналы. Еще достаточно холодно. Под навозом еще снег. Деревья мертвы. Но уже пахнет весной, и укладываясь на ночлег, шумно кричат врачи. Наступает весна, но еще достаточно холодно, и деревья мертвы. Признания не будет. Во всяком случае, открытого и честного. Оно будет снова доверено ветру. Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо. Но и это принимается. Теплый весенний ветер, донесший признание, воспринимается Наденькой как чудо, которое останется с ней на всю жизнь. Тоска до самого конца сопровождается холодом и сыростью, облепляющим мокрым снегом, засыпающим Иону и его лошадку, когда они застывают и не двигаются. И весь рассказ построен, можно сказать, на поиске тепла. И у людей Иона его не находит, как не старается. Однако находит у лошади, которая единственная может его выслушать и во время этого словно греет дыханием его ладони. Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. И Иона увлекается и рассказывает ей все. Подводя итоги, можно сказать, что впечатление, создаваемое в рассказах Чехова, производится и развивается с помощью так называемой сигнальной системы, которая состоит из множества сигналов предвестников и сигналов спутников. В данной работе были выделены такие сигналы, как сигналы цвета и света, сигналы состояния, сигналы динамики и статики, сигналы тепла и холода, но, разумеется, это далеко не все группы, которые можно выделить. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Алиса. Интересно очень тоже. Безусловно, мы вышли с вами на некий тоже уровень построения чеховского текста на уровень образов, сигналов. Вопросы какие-то есть у кого-то? Что-то такое, просто такая вот, вы понимаете, что происходит в чате-то, какие-то даже неведомые слова, которые выражают тем не менее. Я присоединяюсь категорически вот к Ваниному суждению. Алиса, Краш. И Карт, и Краш. Ну, нет, это так. Я, может быть, Ольга Юрьевна, если позволите, скажу, просто не могу молчать, как обычно. Есть, наверное, два пути, скажем так, обретение своего какого-то научного, ну, какой-то своей научной дороги. Кто-то, это совершенно нормально, да, поначалу интересуется разными вещами, да, и берется за разное, исследует, может быть, как ты ищет свое, что-то оставляет. А есть другой путь, не сколько путь, сколько, наверное, другая судьба. Буквально сразу найти вот эту свою научную дорогу. Сразу же найти что-то свое и понять, что вот, да, это то, чем хочется заниматься и то, что действительно вдохновляет. Вот второй случай, это случай Алисы. Я имею счастье наблюдать не первый год, как Алиса идет по своему пути и на этом пути возрастает. Кто постоянно ходит, есть такие люди на конференции наши, те знают и следят и слушают не первый раз Алису и знают, что ей буквально вот она разработала свою концепцию, свою теорию и она ее опробирует, она ее опробировала на творчестве Тургенева и вот сейчас она берет Чехова и что мы видим? Мы видим, что это работает, это укладывается и это ну опять-таки раскрывает какую-то правду, какие-то тайны. Это, знаете, это невозможно симулировать, невозможно изобразить. Это все видят, это есть, да, это не какая-то схоластика, это реально работающая теория, которая была найдена Алисой вот таким опытным путем и потрясающий выбор текстов, очень оправданный какой-то тоже и оригинальный и, казалось бы, даже что с чем шутать, где шуточка и где тоска и какое обоснование прекрасное, да, максимально легкое и максимально тяжелое и в то же время вот это общее поле стилевое, смысловое, как все замечательно и остроумно в самом высоком научном смысле этого слова все уложилось. Я просто вот Алисе благодарна и душевно радуюсь за то, что вот так замечательно Алиса двигается, я думаю, что мы еще услышим много интересного от нее. Спасибо. Спасибо большое. Радуемся и Алисе, и Галине Юрьевне, которая все-таки руководит этой работой. Нет, стоит рядышком в соседстве сердца. Он вдохновляет. Давайте скажем так. Спасибо. Это тоже, да. Спасибо. Можно? Да, конечно, да, пожалуйста. Такое небольшое дополнение. Мне безумно, я попыталась успеть запитать фразу, но мне очень понравилось, я, возможно, неправильно ее воспроизведу, но в городе слишком шумно и горе Ионы просто не может обвести голос. Это было очень красиво и правильно, и мне показалось, что в шуточке еще есть такой ответный момент, когда шум, шум ветра нужен для голоса, потому что когда Варенька едет от дна, она этого голоса не слышит, то есть ветра нет, то есть ветер является таким почти молчаливым, как это называется, ну, короче, он передает молчливо голос чужой. Да, спасибо большое, очень классное наблюдение, кстати, я об этом даже не подумала. А вот в чате еще, может быть, от Маши Розовой на вопрос. Да, мне именно так кажется, что когда сигнал отсутствует, значит, ситуация исчерпана. Другое дело, что вот конкретно в этих текстах отсутствия сигналов не было, и у меня не было возможности это как-то более подробно разобрать, но еще не вечер, я думаю, с такими текстами я тоже столкнусь, и это будет, наверное, очень интересно смотреть тоже. Спасибо, и Маша, хороший вопрос, мне понравилось, вот через что она задает вопрос, как нулевое окончание, действительно, сигнал он не едет, нет, но функции-то действительно присутствуют, некое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.